Всем привет! Ролик с реакциями футболистов Ливерпуля на свои рейтинги неплохо вам зашел, поэтому мы решили продолжить этот экспериментальный формат. И сегодня мы расскажем вам о том, как оценивают сами себя в FIFA 21 футболисты Реала. Героями ролика стали Куртуа, Асенсио, Казимиро и Карвахаль. Жми на лайк, если хочешь увидеть продолжение этой рубрики, и напиши в комментариях, какими рейтингами оценил бы этих футболистов в FIFA 21 ты. Друзья, вы можете получать еще больше удовольствия от спорта. Париматч перешел на новую технологичную платформу. И в сетке нашего легального партнера есть события по футболу, хоккею, UFC и вообще огромному числу спортивных соревнований. Новый инновационный, удобный и быстрый сервис уже доступен по ссылке в закрепленном комментарии. Там же горячая акция. Вам будет начислен бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Количество бонусов ограничено. Главное, не забывайте пройти верификацию до конца, чтобы получить максимальный бонус. И играйте ответственно. Итак, для начала игрокам предложили вспомнить их первые карточки в FIFA. Первой в кадре оказалась карточка Марко Асенсио. И первым делом в глаза его одноглубников бросились не статы на ней, а фото. Все сошлись в едином мнении, что Марко на этой фотке толстоват. В принципе, и сам испанец не стал с этим спорить, согласившись, что раньше он был полненьким. Карточка Карвахаля и снова всем пофиг на статы. Главный объект для комментариев его старенькое фото. Футболисты поржали с его прически, ну и сам Дани подытожил, что стрижка бы ему тогда точно не помешала бы. И только на первой карточке Казимира парни наконец-то обратили внимание на рейтинги. Ну а может дело в том, что на фотке бразилец практически не изменился. Зато он тут же отхватил порцию приколов от одноклубников о завышенном дриблинге в 64. Если что, то сейчас у него 73. Асенсио добавил, что в дриблинге Казимира точно стал хуже, но бразилец робко с этим согласился. Карточку Куртуа Асенсио прокомментировал очень емко и лаконично. Охренеть, 58. На что Тибо тут же парировал, что тогда ему было 16 лет. Ну и в итоге парни сошлись во мнении, что лучшее на этой карточке эта фотография. Далее футболистам Реала предложили проголосовать, кто из них круче в каждом из компонентов. Первый показатель – пас. И здесь голоса распределились так. По одному человеку проголосовали за Казимира и Карвахаля. Два голоса у Асенсио. Победил Марко и тут же заявил, что так он и думал. Голосование за лучшие удары здесь снова побеждает Асенсио. Причем единогласно, он проголосовал за себя тоже. Голосование за лучший дриблинг и здесь снова большинство голосов собрал Асенсио. Карвахаль же утешил сам себя фразой «зато я могу ударить ножницами». Надеемся, что это он о приеме на поле. В голосовании за выносливость наконец-то прервалась гегемония Асенсио. Там все проголосовали за Казимира. Выбор самого скоростного игрока и здесь единогласно победил Карвахаль. И Дани подытожил, что согласен с этим, потому что бегает он реально быстро. Ну и в вопросе, у кого самый высокий общий рейтинг, парни выбрали победителем Куртуа. На самом деле и у Куртуа, у Казимиров в FIFA 21 общий рейтинг составляет 89. Далее футболистам Реала было предложено самостоятельно оценить карточки своих партнеров и выдать им рейтинги в FIFA 21. Коллегиальным решением карточки Асенсио выдали такие показатели. Скорость 84, дриблинг 83, удар 92, защита 70, пас 85, физика 75. Общим рейтингом для него назвали 87. Как видим, и Эй оценила Марко значительно скромнее. Следующим оценивали Карвахаля. Здесь он и сам не молчал и накидывал себе варианты рейтингов. В итоге пришли вот к чему. Скорость 87, дриблинг 78, удар 75, защита 85, пас 82, физика 85. Общим рейтингом Дани выбрали 88. Как видим, здесь тоже футболисты Реала переоценили показатели своего партнера в сравнении с тем, что выдали и Эй. Затем на суд одноклубников вынесли карточку Казимиро. И вот как оценили бразильца. Скорость в итоге так и не попала в кадр и не была озвучена, поэтому и осталась с загадкой. Дриблинг 80, удар 83, защита 95, пас 83, физика 92. Общим рейтингом для Казимира назвали 90. Здесь уже было близко, но вот в основных статах разброс сильный. И завершала перформанс карточка Куртуа. Тибо партнеры выдали 90 в нырках, 90 в рефлексах, 70 в скорости, 85 в ударах, 92 в выборе позиций и 82 в игре руками. Общий рейтинг вратарю начислили в 92. Это на 3 больше, чем в реальности. Как видим, футболисты Реала оценивают сами себя повыше, чем разработчики, хотя во многих показателях они и были близки к истине. Жми на лайк, если тебе зашел этот видос и ты хотел бы видеть продолжение этого формата. Подписывайся на и будь в курсе всего самого интересного из мира футбольных симуляторов. До связи!